Есть в самом пьяном округе определенный шарм. При просмотре фильм вполне способен зацепить и увлечь зрителя. Главный плюс фильма это его каст. Создателям удалось подобрать на главные роли довольно колоритных и подающих надежды звезд. Сейчас Тома Харди так просто было бы не завлечь. Но помимо Тома Харди в картине есть еще Джессика Чистейн, Шайла Бафф, который как раз в то время начал избавляться от образа подростка и трансформеров и подыскивал более артхаусные роли. Мия Васиковска, Бертоновская Алиса в Стране Чудес, Дэйн Дэхан, тогда еще вообще неизвестный, ну и Гай Пирс. Его злодей не хуже Олдмановских злодеев. И кстати Гарри Олдман тут тоже есть, правда очень эпизодически, но зато очень колоритный. Такой восхитительный актерский ансамбль затмевает большинство минусов картины. Актеры в самом пьяном округе это пример безупречного попадания в роли. Помимо каста Хиллкоут попытался поставить довольно реалистичный фильм. Ему правда не всегда это удается, но некоторые сцены и поведение героев в определенных ситуациях просто шикарны. Картина вообще атмосферна. И если вы любите сериал Подпольная империя, то обязательно ищите самый пьяный округ в переводе Сербина. Картина сразу получит огромный плюс к аутентичности и атмосфере, словно это качественный и дорогой спин-офф к сериалу. 86 баллов из 100.